всем привет как всегда спасибо вам за то что пишите комментарии под моими роликами читать их мне приятно интересно и полезно потому что я тоже как и вы узнаю очень много нового на самом деле из вас из ваших комментариев потому что люди-то умные пишут и это видно я это все оцениваю поверьте уж оцениваю как следует как нам так что пишите очень все хорошо у нас идет пока что ну и спасибо всем тем кто оказывает материальную поддержку каналу это тоже немаловажно потому что я ношу обноски уже вы думаете что такое на мне обноски пришла посылочка из америки очередная от моего друга саши цалихина и он прислал мне вот эту футболочку замечательную футболочка это не в магазине купленная футболочка это личная футболочка лурида покойного к сожалению и футболку эту жена а точнее вдова лурида лори андерсон которую вы знаете все подарила рода реку музыканты музыканту группы sky cry с мэри вот вышел новый альбом sky cry с мэри как раз который продюсировал джек эндино всем известный вам да по работе с группой нирвана sound garden mad honey и много 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 еще с кем а рода рек дружит с лори андерсон и всяко уж дружит с сашей цалихиным который является владельцем компании trail records которая и выпустила этот замечательный альбом sky cry с мэри 2023 год я не ошибся да 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 100 копий всего одна из них у меня в руках так вот лори андерсон подарила футболку лорида рады реку рады рек подарила саши цалихину а саша цалихин подарил ее мне так что я ношу обноски лорида настоящие прямо чувствую кто ходил в этой футболке ну мне нормально я я себя нормально ощущаю так что ничего короче говоря оказывайте материальную поддержку канала спасибо саша спасибо про sky cry с мэри это уже 3 альбом sky cry с мэри у меня на полке я с удовольствием быть в пластинках поговорю но а коль скоро я в футболке лорида то конечно же не могу не показать вот этот знаменитый без преувеличения альбом он действительно знаменитый действительно один из ключевых альбомов рок-музыки кто бы что не говорил кто бы что вам не говорил один из ключевых альбомов рок-музыки лурит трансформер 1972 год повторю я избитую фразу уже которые знают все но повторять ее мне приятно что первый альбом группы вывод underground был продан очень небольшим не тиражом очень большое количество пластинок было продано но каждый кто купил эту пластинку потом организовал собственную группу такое влияние группы velvet underground the velvet underground и собственно лурит оказали на все человечество ну которая так или иначе имеет отношение к музыке а эта пластинка она ну мало того что на то человечество которое на западе живет оказала влияние но и на это человечество она оказала влияние ну в частности на все лучшие группы ленинграда то есть зоопарк майк сходил с ума по этому альбому он просто это был просто папа если говорить о группе зоопарка майкел лурит это был папа той музыки которую мы имеем сейчас от майка я не имею плагиат я не говорю об этом обо всем я говорю о духе о понимании рок-н-ролла о том как вообще пишется песни это все отсюда борис борис грибинщиков виктор цой группа кино если говорить об этом альбоме едко нагло дико рок-н-ролль на глэмовом то можно вспомнить песни цоя одну из моих любимых на самом деле у цоя песен я иду по улице в зеленом пиджаке мне нравятся мои ботинки и еще красивый голстук у меня я гладил брюки два часа в парикмахерской сидел с утра и вот иду я по улице один я вот что а пластинки собственно говоря вы все знаете да что продюсировал ее дэвид болви аранжировки делал и играл на гитаре мик ронсон прекрасный музыкант прекрасный гитарист гитара которого здесь визжит ревет поет скрижищат и создает не 50 процентов музыки конечно но 49 точно 49 точно прекрасно аранжированные песни и после окончания деятельности группы был вот андеграунд стало жалко лурида дэвиду боури потому что талантливейший автор талантливейший музыкант певец гитарист не побоюсь этого слова не побоюсь кто бы что не говорил про гитаристов там все 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 это все гитаристы разные и хорошие они тоже по-разному остался не удел записал первый альбом который провалился в щель между сотнями сотнями пластинок замечательных которые выходили там всеми с первом году в семидесятом семье с первым он ухнул в щель просто его вообще мало кто заметил потому что люди что слушают люди в основном к сожалению слушают бренды был бренд developed underground бренда нет все мы не слушаем лурит не лурит то же самое было с миком джаггером и группой the rolling stones когда миг джаггер записал свой первый альбом сольный он также точно все ожидали что это будет ах взрыв а нет потому что бренда нет the rolling stones нету и все имя имя ушло и хоть ты хоть ты запиши музыку не небес музыку сфер все равно массовый слушатель все равно это покупать не будет но и давид боу и взял дело в свои руки в trident studio в лондоне была организована запись с прекрасными музыкантами клаус фурман херби флауэрс бас гитара херби флауэрс еще и на контрабасе здесь сыграл дэвид боу и мик ронсон понятно что вокал бэкинг вокал бокал ронсон гитара лурит тоже на немало здесь наиграл и в общем еще достаточно количество музыкантов духовые бэк-вокал и все здесь в полный рост присутствует но главное это песни конечно главное песни лишь из первый номер убойный совершенно с жуткой гитары микро ронсона с перегруженным верхом так такой характерный звук у него свой тембр абсолютно ни с кем не спутаешь а микронсон с дэвидом боу и уже взлетели уже была серьезная популярность и поэтому участие ронсон и боу и здесь конечно дало дало толчок к продажам скажем так хотя я повторюсь на первичной песни все равно едкий забойный убойный какой-то предтеча панка с одной стороны с другой стороны глэм с третьей стороны не люблю эти термины но тут никуда не деться чтобы как-то было понятно тем кто не слышит и подача великолепный вокал кто бы что не говорил лурида удивительный тембр с одной стороны наглый мужской и жесткий а с другой стороны в нем есть какая-то такая до последних лет в нем осталась такая подростковая какая-то ломкость немножко и это такой дает извините за выражение шарм что просто голос лурида он он действительно волшебный действительно волшебный кстати говоря когда лурит умер у меня был шок и не только у меня ну огромное количество моих знакомых и мы все говорили одну и ту же фразу что нам нам всем казалось что лурит это вечный человек что он умереть не может он всегда был всегда будет уважали его все любили его все по крайней мере американские английские музыканты все отдавали должное лурида как автору как музыканту как поэту как человеку это было нечто энди с часть следующая песня она была написана еще во время деятельности было в этом the ground но не вошла в последний альбом очень хорошо и аранжировали здесь с прекрасными бэк-вокалами тут просто можно слушать аранжировку так точно так здорово спета особенно к финалу ближе такая музыка настоящая но и при этом этот вот едкий наглый чистый рок такой чистый без пафоса без понтов без вот этих вот сцен залитых огнем прожекторов мультиэкранов вот это все дикая аппаратура какая-то понты лосины вот эти волосы позы нафиг это все нужно музыка первично они вот это все вот это все но perfect day это один из мировых хитов по значимости наверно можно сравнить его с imagine джона леннона все эту песню знают каверов невероятное количество и прекрасная оркестровка симфоническая группа аранжировку написал микронсон просто симфоническая пьеса удивительной красоты и вот с этим голосом лурида трогательным и и настоящим живым голосом голосом улице это голос улице это такая правда в этом есть такой кайф без всяких вот этих вот понтов я повторяюсь опять очень здорово хэнди хэнгин раунд чистый прекрасный гитарный рок-н-ролл walk on the wild side интересная песня тем что играет бас-гитара и контрабас одновременно две партии разнесены и песня она убеждает всех нас в том что в массе своей за резким исключением за резким исключением работники теле и радио эфиров это люди которые вообще ни черта не понимают ни в музыке не в жизни не в социуме ни в чем вообще это касается девяносто девяти процентов работников телевидения и радио музыкального я так не буду про новостных я отдельно могу сказать много интересного но эта тема для другой передач а что касается музыки я ну это это полный конечно полный коллапс сознания переводить эту песню я не стану вам можете это сделать сами но дело в том что в пуританской америки люди которые которым которые не нуждались в переводе которые читали все это нормально на английском языке да они ставили спокойно эту песню в эфир она крутилась по всей америке на хороших радиостанциях хотя ну для пуританской америки повторюсь это нонсенс вообще это просто ну это просто ходячее безобразие хотя песня очень красивая очень интересная walk on the white side и посвящена она компании в которой провел некоторое время время лурит вместе с анди ворхолом гангстеры торговцы наркотиками проститутки трансвеститы убийцы воры бандиты мерзавцы подонки нью-йорка и каждый куплет посвящен отдельному подонку этой песни почему ее ставили на радио в америке я ума не предложу потому что тупые тупые не американцы тупые а работники радиостанций во всех странах мира они одинаковы поверьте мне я сам работал я знаю все никого не хочу обидеть я сам такой тупой так мейкап на второй стороне подключается туба такая не знаю как сказать не невозможно сказать что это ресторанная кабацкая вещь невозможно потому что это гораздо шире это это музыка жизни музыка улиц как я уже говорил но с тубой так иронично так это здорово но satellite of love это просто космос прекрасная фортепианная партия прекрасно спета опять же бэки удивительные опять еще одна симфоническая пьеса сзади 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 снизу слышно струнная группа но очень очень сзади но так это просто это космическая вещь совершенно satellite of love и и она тоже растиражирована очень много каверов очень много исполнений этой песни и трансляций повсюду и по радио и везде 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 но у нас последнее время почему-то нет рок-н-ролльного радио по неизвестным мне причинам хотя по известным конечно но бог с ним wagon wheel new york телефон conversation я опущу wagon wheel i'm so free два прекрасных гитарных ракешника в понимании лурида и дэвида боу и микка ронсона в первую очередь конечно я не скажу что это завораживающие песни они просто очень хорошие они очень хорошие драйвовые с интересными рифами с отличной гитарной игрой с диким слайдом микка ронсона приятно слушать наслаждение получаешь от прослушивания вот этого гитаризма ронсоновского и вокала конечно лурида ну а good night ladies прощай детка детка прощай и на прощание я даю тебе чай а я пойду пить и переслушаю еще раз эту чудесную пластинку лурит со мной теперь надолго хотя он всегда был со мной пока